Вы можете поздравить следующие представители Канады. Тесса и Скотта спорить очень сложно, но то, что катали в позапрошлом уже сезоне Кейтлин и Эндрю, это тоже забыть очень и очень трудно. Посмотрим, с чем они входят в новый сезон. КОНЕЦ 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 Не нам судить, судить арбитром. Кейтлин Вивер и Эндрю Паже вступили в сезон, но при всём хорошее отношении к этому танцевальному дуэту, и при том, что залу пока не остается. Не на ушах, но на ногах. Тем не менее, мне видится, что эти спортсмены могут и должны выступать удачнее. Ну, может быть, я не до конца пока проникся этой программой. Может быть, просто помню Маладе. Может быть, ожидал несколько большего. Ну, скажем так, начало. Первая половина танца короткого мне у Вивер Пуже понравилась больше, чем вторая часть. Не знаю. Не знаю. Отнюдь не настаиваю на собственной правоте. Я просто высказываю эти мысли ради того, чтобы вас как-то удержать в состоянии бессонницы очередной осенней российской ночью. Что касается Канады, там хороший такой вечер. Приятный, входящий в финальную фазу первый день соревнований на скейт-кэн. Вновь Анжелика Крылова и Пускали Камерленга. И вновь мы слышим, как непросто даются эти две с половиной минуты короткого танца спортсменам. Но, судя по всему, должны, разумеется, выйти в лидеры Кейтлин и Эндрю. Причем, похоже, что выйти в лидеры с хорошими баллами. Ну, канадцы выступают дома, и тут не должно быть каких-либо вопросов относительно того, что им набросят там, где смогут. Но, судя по всему, они вступают в борьбу за медали Олимпийских игр. Именно так. Я впечатлился, честно скажу, на скейт-америко выступлением Капеллини Ланотте. Я значительно меньше впечатлился сейчас выступлением Вивер Поже. Но, тем не менее, эта пара показывает нам сейчас, а совсем скоро еще покажут и арбитры, что это тоже претенденты, как минимум. Очень хочется верить, что, как минимум, на бронзовую медаль. Ну, оценки сумасшедшие у Кейтлина и Эндрю. Арбитры, что называется, не поскупились. Я сейчас говорю о той бригаде судей, которая выставляет от минус трех до плюс трех, соответственно, именно оценки. Ну, и компоненты тоже заоблачные. Они настолько далеко сейчас отрываются от соперников, что крайне любопытно, что же тогда получат Тесса и Скотт. Вирчу Мойр у них значительно более проникновенная, скажем так, короткая программа. На мой взгляд, она не хуже бы смотрелась, если уж на то пошло, если пытаться как-то проецировать одну программу на других спортсменов у Кейтлин и Эндрю. Но вот это серьезная заявка на то, что данные спортсмены будут в числе главных действующих лиц. Обратите внимание. За 70 впервые в карьере Кейтлин не верит. Эндрю тоже еще не пришел в себя. И даже много-много повидавшие в этой жизни Анжелика Крылова и Пасквали Камерленга тоже, похоже, не ожидали. 70-35. Первое место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова